13.05 в Кире начинается программа «Особое мнение», микрофон у Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор холдинга Медиа 9 телеканала РБК Перим Андрей Шпорт. Я так сбилась, СТС 9 канал для всех, более понятно. Андрей, добрый день. Добрый день. Ты сейчас не частый, здесь гость в том числе, потому что теперь у тебя еще одно место работы в Перми. Я так понимаю, что ты между городами сейчас находишься. Ну да, у меня примерно так, 5 рабочих дней в Перми, потом выходные Киров, пару дней в Кирове и снова Перь. Расскажи, как ты до жизни такой дошел, каким образом ты, я знаю, что это было в мае месяце, в конце мая. Нет, ну, проект задумали в том году. По крайней мере, сообщение. Да, в том году. Проект был сформулирован в том году, оформлен финансово, конструирован. Были заключены предварительные соглашения с холдингом РБК. Это мы сейчас говорим о запуске канала РБК в Перми. Да, да. И надо отметить, что, например, проект в Перми это больше федеральная история, чем местная региональная, потому что, например, у нас уже за последний месяц уже было 5 или 7 эфиров на Москву по различным темам. То есть там Москва активно использует. Москва заинтересована в том, что приступала информация. Да, региональная информация, она все равно интересна, если она крупного федерального уровня, поэтому мы активно выдаем это. Ну и плюс это современнейшая студия, там на данный момент и в Пермском крае, и, ну там, сопоставимые инвестиции можно отметить только на федеральных каналах где-то. Вот такая интересная песня. Ты, ну, то есть, что можно сказать, что ты так и собираешься совмещать эти два этих рабочих места? Да. Да. Понятно. Тогда скажи, пожалуйста, почему именно в Перми открывается РБК? Ну, давайте так объясним. И почему в Кирове его нет? Объективно, в Кирове его пока нет, для этого нет никаких предпосылок. Тогда какими должны быть предпосылки для открытия? Ну, во-первых, это развитость сетей, доставки сигнала. РБК это канал все-таки кабельный, для этого необходимо все-таки покрытие кабельными сетями больше 75%. Это должен быть соответствующий... По городу или по региону? По городу, по городу, да. Регионы мы не берем, ну, районы мы не берем традиционно, ввиду того, что все-таки у нас тренд в государстве такой, что на централизацию, да. Поэтому можно говорить о том, что нас интересуют пока только столичные города, в регионах. Дальше мы говорим о том, что нету пока достаточно хорошо сформированного кластера вот этого малого-среднего бизнеса и большого бизнеса. С темами, которые мы готовы обсуждать на телеканале, нету хорошей группы экспертного сообщества, которое бы могло поддержать эту тематику. Потому что там РБК в Перми это все-таки, это площадка для экспертного сообщества на различные бизнес-тематики. То есть мы там работаем и с финансовыми рынками, мы говорим об этом, мы говорим о недвижимости, мы подключаем и администрацию, как города, так и края, к разговору. Ну и как следствие там, это в том числе еще и федеральная немножко поездка. Твоя работа сейчас на РБК в Перми, она как-то влияет на тот контент, который выдает СТС 9 канал? Или настолько разное позиционирование, что несмотря на то, что тебе нравится деловое СМИ, ты никакого влияния не оказываешь? Я никогда не занимаюсь контентом, нигде. Ну это лукавство, всегда директора такого уровня так или иначе оказывают свое влияние. Ненамеренно может быть. Есть мое личное субъективное мнение по продукту, я его могу высказать редактору. Есть определенный уровень рынка труда, который сложился в каком-то там регионе. И я там понимаю, что выше головы не прыгнуть, и все остальное это дополнительные инвестиции. Но в плане специалистов, которые могут сделать что-то там еще более качественное. А в целом я в редакционную политику никогда не лезу. То есть мы с редакторами никогда нигде не согласовывали там тематику ежедневных продуктов. Окей, это понятно. Появился ли какой-то новый продукт на девятке в связи с тем, что вот ты сейчас погрузился в тематику? Идеи никакие? Ну почему идеи? Мы зажаты в рамках информационного пространства, который нам дает сетевой партнер, например, тот же СТС. Поэтому там СТС-9 канал на данный момент выпускает традиционную новость, традиционную итоговую программу, авторскую точку зрения. По сути дела, вот все, что мы и делаем. Там еще ряд маленьких, небольших проектов, которые мы выпускаем в партнерство с различными организациями. И все по большому счету. На радио у нас тоже там не очень большой разбег для творчества. Напомню, какая радио осталась. На радио Ваня. Мы можем работать только там в рамках новостного контента. Да, радио Ваня, конечно, не РБК. Да, то есть мы там развлекаем людей, мы больше там создаем позитивное настроение. А на РБК все-таки у нас там очень много программ, связанных с разговорами о сложных вещах. Новости там выходят, например, небольшими объемами, то есть это пяти минутки, но шесть раз в день. Из них пять прямых эфиров. То есть одна только программа в записи. Каждый день прямой эфир предполагается большой развернутой программой по 25 минут. Одна дело, другая ракурс. В одной мы говорим о бизнесе, в другом мы говорим о контакте бизнеса с классом. И итоговая, естественно, пятница. Суббота, воскресенье у нас выходные на деловом. Вот, расскажи тогда сейчас, исходя из этого, мы как раз перейдем к тем вопросам, которые я запланировала. Но просто я должна поделиться впечатлением своими, нашими слушателями. Я, конечно, внимательно слежу за тем, что публикуете в Фейсбуке и ты, и твоя жена Даша, известная в Кирове, личность медийная. У нас все-таки больше Даша, потому что... Блогер Даша, да. И она, конечно, тут поставила непередавен вопрос в Фейсбуке на прошлой неделе, который заставил еще раз посмотреть на свой город и задуматься, а почему бы там Киров не Пермь. Потому что Даша восторженно рассказывала о Перми. Такое было, я там ни разу не была, скажу, там в Перми, не 10 лет назад, не сейчас, вообще не с чем сравнивать. Но вопрос заключался в том, что почему в Кирове так, а в Перми вот так. И сразу глаза печальными становятся, и думаешь, а что же у них там такого, и почему у нас нет. Во-первых, что восхитило твою супругу в Перми, когда вы переехали туда с тремя детьми? Я объясню. У нас трое детей. Самому маленькому сегодня там 3 месяца и 3 дня. И когда я вожу своего маленького ребенка на коляске, например, по центру, как и города, дальше мы пока еще не выбирались, но там самый длинный маршрут, пешком мы прошли там 5 километров на коляске. У меня не было ни разу проблемы с тем, чтобы передвигаться по городу с коляской. То есть у меня нет проблемы заехать на тротуар. Там везде есть, так или иначе, вот там, где я был, спуски, которые позволяют и поднять коляску, и спуститься с тротуара. Мне не надо ее перетаскивать на себе, у меня нет проблем поднять коляску на третий этаж торгового центра, например. Опрос доступности среды решается властями города. Решается очень хорошо. Я не знаю, как это было сделано у них. Возможно, это было жесткое требование администрации на предмет сдачи каких-либо объектов инфраструктурных. Не будет этого, значит, соответственно, не будет приемки работы, значит, оплата. Возможно, так. Надо еще выяснять. Но в целом вот эта доступность, она, видно невооруженным глазом, Пермь, на самом деле, не больше, чем Киров. Это не гигантский мегаполис, в котором проживает несколько десятков миллионов человек. Это хоть город имеет статус миллионника, но это все равно в совокупности миллион со всеми близлежащими районными городами, сателлитами, которые присоединены к Перми. Все-таки основная масса – это 800-850 тысяч населения, если считать грубо по резким границам проживания. Что еще бросается в глаза, кроме доступной среды? Слушайте, ну, я очень люблю кофе. Это большая проблема, конечно, в нашем городе. Я очень люблю кофе. И пошаговая доступность кофе на вынос, она повсюду. То есть присутствует, причем качественно, я могу не задумываясь идти по улице. То есть микробизнес развивается. Да, причем там работают в основном молодые люди в этом бизнесе. Чуть ли не студентам, мне показалось, там, в среднем возрасте 18-25. Там ребята чем-то занимаются, самореализовываются. У меня дети в восторге от скейт-парка, сделанного, хорошо сделанного скейт-парка. Тоже, опять же, недалеко от центра города. Ты не такой, как у нас в парке Кирова? Нет, это чаша забетонированная, с огромным количеством горок для прыжков и так далее, там, с рампами. Это не наш вариант, точно. У нас ничего похожего рядом нет. И там создана инфраструктура вокруг этого скейт-парка. Есть трибуны, можно посмотреть, как ребята прыгают, делают прыжки. Можно в Wi-Fi посидеть. Можно кофе попить, пирожок скушать. Действительно, прокат оборудования. То есть, в этом-то плане все решено. Фонтанчики поющие в центре города. А что касается парков, да? Ну, смотрите, есть огромная зеленая зона. В Перми там практически можно на велосипедах кататься спокойно. Велодорожки прямо есть? Есть начерченные велодорожки, но культуры такой, чтобы ездили на велосипедах, массово, я не заметил. Хотя огромное количество всевозможных историй типа моноколес, скутеров, электро... Модные гаджеты такие. Да, модные электрогаджеты, они присутствуют, люди ездят. В принципе, такой народ на позитиве. Есть большой парк в центре, называется Парк Горького. Там одноименное название с московским. Вот он реализован очень хорошо, детям там просто райское место. Что значит очень хорошо реализовано? Сравни с нашим Александровским. Ну, Александровский я вообще не брал бы в сравнении, потому что Александровский это больше парк для прогулок с коляской в тишине. И там нет там такого обилия аттракционов. Я бы сравнивал его, наверное, с парком Цирка, но вот у парка Цирка он достаточно беден. В этом плане аттракционов немного, инфраструктура плохо развита. А тут заходишь и не хочешь выходить, там можно спокойно несколько часов бродить от аттракциона к аттракциону. Но реализована система оплаты по картам, нет каких-то жутких очередей нигде. Все достаточно чисто, прибрано. Например, у нас может стоить молодежь с пивом, сидящей на лавочке, например, где-то под кустиком. Я там пока не видел. Хотя гуляют, конечно, с пакетиками периодически. Но там повально я не видел ужаса этого. Это особое мнение Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа-9» и телеканала РБК «Перьм». Мы прерываемся ненадолго, через полторы минуты вновь в студии. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Вы слушаете особое мнение директора холдинга «Медиа-9» и телеканала РБК «Перьм» Андрея Шпорта. Я попросила рассказать Андрея до перерыва, чем же так очаровало «Перьм» его и его семейство в связи с переездом, в связи с новой работой на РБК «Перьм». А теперь расскажи мне, пожалуйста, поскольку ты сам сказал, что у вас две большие программы. Одна про бизнес в «Перьме», другая про взаимодействие бизнеса с властью. Вот это самое интересное и важное на самом деле. Ты, я знаю, я вот тебе написала предварительно в темах, которые мы хотели обсуждать, почему Кирев не «Перьм», да, таким вопросом задаются и те, кто читает блог Даши «Шпорт» в Фейсбуке. И в первую очередь, когда мы обращаемся к властям и говорим, что не так, почему не перевираются улицы, почему у нас пыльные бури, почему не вывозится снег, почему парки не похожи на парки, а дай бог назвать их скверами и прочее. Чиновники говорят все как один, что у нас очень скудный бюджет. Дальше я знаю, что ты пошел смотреть в интернет-бюджет «Перьме» и «Кира». Да, я обычно не нагромождаю свою голову о семьях цифрами, я когда меня спрашивают, я изучаю этот вопрос сразу. Ну, давайте вот для интереса любой сейчас пользователь может подойти к своему компьютеру, забить в гугле поисковике бюджет города «Перьме», и он сразу же пойдет по первой ссылке на хороший информативный сайт с инфографикой, где написано, например, 21 или 22 миллиарда рублей, у них бюджет запланирован на этот год. И потратить, соответственно, они планируют им немножко больше, то есть с небольшим дефицитом. Там написано, откуда придут деньги, куда они уйдут, соответственно. Я дальше не залазил, но мне этого хватило как человеку-обывателю, который там хотел посмотреть, что да как у нас с финансами в «Перьме». В Кирове, как у нас с финансами, я забил бюджет города Кирова на 2016 год, но где-то с пятой или шестой попытки я нашел что-то похожее на ответ. Это была какая-то программа на сайте администрации города, где есть данные за 2014 год, за 2016, я, к сожалению, не нашел, наверное, было дальше рыться. За 2014 год, по-моему, была цифра, или за 2012, это 11 миллиардов с небольшим. Я не думаю, что цифра сильно изменилась, например, я думаю, что может быть там 12 миллиардов у нас в этом году, может быть снова 11. Но, тем не менее, я не знаю, где эта цифра, я даже не знаю, как ее найти на сайте. Это говорит о доступности информации, и ее пока на данный момент доступна и нет информации о состоянии, например, экономики города Кирова, как еще формируется бюджет. То есть это говорит об открытости со стороны чиновника в той части, которая касается финансового состояния города. Вот, элементарный вот такой пример. Дальше мы смотрим, исходя из всех твоих рассказов о том, как благоустроена Пермь, что на самом деле разрыв бюджетирования отсутствует, потому что если Пермь миллионник, и у них бюджет 21-22, а Киров полумиллионник и бюджет 11-12, то у нас одинаковые деньги. Почему же такая разница? Я бы, знаете что, я бы не говорил, что у нас там Пермь и Киров, это абсолютно похожие города с точки зрения денег. Да, в два раза население больше, в два раза денег в бюджете больше, условно. Но давайте не забывать, что Пермь, ну, как говорится, ты родился в богатой семье или в бедной семье, все в разных условиях рождаются. У нас Пермь, Пермский край, это все-таки сырьевой край, это не только лес, это и нефть, это и газ, это и химическая промышленность, и минеральная промышленность, это шахты, это огромные компании, которые присутствуют в этом крае с большими бюджетами, имеющие свои дополнительные благотворительные бюджеты, которые идут, в том числе, на развитие регионов, в которых они работают, там есть Сибуи. У нас есть, у нас есть Уралхим, у вас тоже есть, но и у нас есть. Да, но там есть еще Сибуи, Лукоил, Газпром, там есть Уралкалий, это я вам назвал только самых крупных, там еще есть Алиска, Китановый Губ. То есть правильно я тебе сейчас понимаю, что у нас бесперспективняк? Ну почему бесперспективняк? Ну ты сейчас про регион говоришь, а вот все-таки если говорить о бюджете города Пермь и города Киров, если они примерно одинаковые в соотношении с количеством горожан, почему такая разница-то большая? Вопрос в подходе, наверное, расходования денежных средств, контролю, качество расходования денежных средств. Ну давайте сравним качество ремонтных работ по дороге. Вот, дороги, давай, сейчас отключим. Вот, например, простой пример, я приехал, когда я позавчера приехал на машине из Перми, молчим про качество дорожного покрытия, пока говорим просто о ситуации. Я подъезжаю к дому, у меня свежая разметка на улице Ленина, двойную сплошную нарисовали. У меня нет возможности заехать себе во двор, не пересекая, двойную сплошную. Мне надо ехать до ближайшего перекрестка, там развернуться. Перекресток от ближайших, хорошо, что от моего дома всего в 10 метрах, но этот перекресток в ужасном состоянии, его не ремонтировали уже 15 лет, по моему ощущению. Там он узкий, там не сделайте разворот, там надо обязательно заехать, как-то хитро развернуться, создать ситуацию возможную, опасную, аварийную для меня, моей семьи и людей, которые в меня могут въехать, например. И только после этого я попадаю к себе домой. Выше от моего дома, через пару домов, стоит здание административное, федеральное, и там разрыв сделан. То есть разметка пунктирная. Да, чиновнику есть возможность заехать к себе на работу. Обычному мирному жителю города Кирова к себе домой попасть очень сложно, не нарушив закон. Не подумай, Андрей, ну что ты? Ну вот это подход. Как у нас ремонтируют дороги? Сейчас, слава богу, уже путают общественный контроль и следят за тем, что происходит. Да, тебе, кстати, нравится эта идея общественного контроля? Конечно, безусловно. Раньше это все было без лига, кто-то что-то накидал, сейчас хотя бы проверяют, что там происходит. Но опять же, я не знаю, что это может быть особой технологией ремонта, но когда вот кладут асфальт, и он чуть-чуть горочкой возвышается над старым асфальтом, и возникают некие бугристые поверхности. Это у нас, это мини-полицейские. Да, то есть у меня некое ощущение дискомфорта возникает, когда еду по бугристой поверхности. Конечно же, лучше, чем когда она вогнута, но простите, я редко где видел подобные технологии. Дороги в Перми лучше, чем в Кирилле? Получше, но, говорят, в Екатеринбурге еще лучше. А, это дальше. Хорошо там, где нас нет. Да, скажи, пожалуйста, вот все-таки успел ли ты оценить как раз взаимодействие властей в Перми и бизнеса? Насколько просто бизнесу договариваться с властями, сотрудничать взаимовыгодно? Какие-то льготные, может быть, вещи для бизнеса? Я вот сейчас это все в привязке к городу, имею в виду, к его благоустройству. Можно как-то сказать? Пока нет у меня ответа на этот вопрос, потому что я еще пока там живу. Я тебя тогда прошу обратить внимание на это, чтобы было о чем нам тут рассказать. Потому что мы, конечно, сейчас активно пытаемся это освещать. Потому что, с одной стороны, нас жалуются чиновники, что нет денег. С другой стороны, бизнес, да, говорит, что что-то в Кирове не очень уютно, пойдем мы отсюда перерегистрируемся в другой регион. Ну это же формально, он перерегистрирует компанию в другой регион, работать он будет здесь. Это просто намек администрации, что, ребят, мы здесь зарабатываем, а налоги платим там. То есть мы увели налогооблагаемую базу в другой регион, обратите внимание на свою работу. Может быть, вы что-то измените в подходе к нам. Это нормальная ситуация. Деньги текут туда, где удобней. Соответственно, если в Кирове деньги остаются, то нужно понять, что же там удобнее, что же там такое сделано. Домашнее задание такое. Я изучу, конечно, вопрос. Но у нас не было проблемы вытащить какого-нибудь спикера на эфир федеральный. То есть мы вплоть до министра экономического развития Морозова приглашали к себе сразу, он пришел, откликнулся. То есть они достаточно открыты. И рассказывают все, что происходит у них. Да, вот, кстати говоря, перейдем к командам. Пермь Киров, скажи, пожалуйста, как-то отреагировали люди в Перми, в частности ваши гости, на задержание и арест губернатора Белых? Обсуждали, что говорили? Ну, у Никита Юрьевича Белых в Перми очень высокий рейтинг узнаваемости, лояльности к нему. О нем вспоминают очень хорошо. То есть он все-таки пермяк, свой для них. И там была реакция, ну, там, сожаление определенное из-за этого инцидента. Как таковые обсуждения, я пока их особо сильно не услышал, потому что все-таки я тоже человек новый там. При тебе не говорят. Да нет, почему мы общаемся с коллегами, которые там у нас работают, или с кем мы там вообще в целом пересекаемся по делам. Но это не самая основная тема для нас в целом. Ну, то есть вообще у тебя ощущение, что рейтинг у Никиты Юрьевича высок в Перми, и его, ну, сожаление ты сказал, да. Тогда другое, не про посадку, а рейтинг губернатора Басаргина в Перми высокли. Ну, надо отметить, что господин Басаргин, он не совсем пермяк, он все-таки из Екатеринбурга, корнями, и свою там политическую карьеру. А это как-то обращает внимание, да? А это огромное имеет значение в Перми, как, собственно, в Кирове. Варяг не варяг. Да, тут даже меня воспринимают Кирове варягом, хоть я и живу здесь в Кирове 16 лет, но я не кировщанин для многих, потому что я приехал. Ну, ты и не глава региона был с тобой. Я не родился здесь, поэтому, когда мы там коммуницировали, например, с Дмитрием Русских, он мне сказал там, что, Андрей, ты не поймешь, Андрей, все наши чаяния, проблемы, связанные с озеленением города и застройкой. Конечно, наверное, я не пойму, у нас просто разные подходы к этому вопросу. Не совсем, может, во всем, но разные. А также, например, и, наверное, к Басальдину, там, к Пермике относятся, насторожен все-таки, он там, с 2012 или 2013 года только пришел в регион. То есть, там очень сильно лобби местное, то есть, они воспринимают хорошо своих, торгают чужих. То есть, там, я в том числе воспринимаюсь как чужой человек. Мне надо еще, мне еще предстоит выстроить мосты любви и дружбы с местным населением. Ну, зато Игорь Сапков, мэр Перми, местный. Ну, да. И вот что такое Игорь Сапков в представлении горожан? Что о нем говорят? Он хозяин города, он радеет за то, за сё или он разрезает ленточки? Слушай, ну, вот я не заметил никакого острого социального напряжения в целом в городской среде пока на данный момент. У меня офис находится в самом центре, у меня из окна видна администрация области, города, там, центральная площадь. У меня здание такое а-ля, там, модерн из стекла и бетона. И вот вокруг моего здания там не бегал никакой а-ля, там, Антон Касанов и не кричал, что это нарушает архитектурную облик города. То есть, там нет вот такой проблемы. Там есть проблема точной застройки, не всегда там правильной, но нет проблемы с точки зрения, там, какого-то социального резкого напряжения. Люди улыбчивые ходят на улицу, то есть, они открытые. Ну, как интересно, потому что я-то раньше предполагала, что перемики очень на нас похожи, и, в общем, не слишком улыбчивые и не разговорчивые. Нет, разговорчивые, улыбчивые, то есть, какое-то зажимы вообще не я не заметил пока. Ну, а что все-таки о мэре говорят, о Салко? Или пока тоже еще не знаешь? Пока я не слышал никаких негативных моментов про него, положительных моментов тоже не слышал, ввиду того, что, наверное, надо подольше пожить, услышать что-то. Окей, да, ну, будет о чем поговорить при следующей встрече, посмотрим, да, на разницу восприятия. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего к нашим кировским вопросам перейдем. Продолжается программа «Особое мнение». Вы сегодня слушаете «Особое мнение» Андрея Шпорта, директора компании «Медиа-9». Правильно, не ошиблась я? Да, холдинга «Медиа-9» и телеканала РБК «Фельм». Еще несколько слов о городских проектах. Я бы в копилку зеленых зон. Очередной проект Кировской мэрии по благоустройству и урбанистике, если можно так сказать, в мэрии составили перечень всех зеленых зон города, обозначили их границы и заверили, что окончательное закрепление реестра зеленых зон в дальнейшем не позволит вести на их территории капитальное строительство. Но сначала, как ты помнишь, закрепили историческую зону, границы. Вроде бы как тоже, чтобы не было точечного строительства. Теперь закрепляют зоны зеленые, чтобы не было капитального строительства. Пока непонятно, в мэрии не отчитались ни по одному, ни по другому вопросу, к чему это приведет и приведет ли к чему-то хорошему для нас. Но, во-первых, считаешь ли ты достаточным этого перечня с границами закрепленными, чтобы противостоять таким вещам, как, например, происходит в Парке Победы уже несколько лет, очередное заседание суда будет 15 числа. Ты помнишь эту историю, да? Когда 6 тысяч подписей в защиту парка президенту отправили, проданная площадь, 4 все-таки гектара, а не 2, 340 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Ну, это хороший был лот, цифра тоже хорошая, я бы с удовольствием сам поучаствовал в торгах. Наверное, мэрии надо бы вывесить список всех таких интересных объектов, возможно, в парках тоже, в том числе и в каких-то других, где есть там несколько гектаров, которые готовы будут отдать под какие-либо инвестиционные объекты. Я думаю, множество бизнесменов бы за такие суммы бы купило бы эту землю в других местах. Это такой интересный момент. До юра я смотрел этот вопрос, пока, на первый взгляд, администрация права. Она имела полное юридическое право реализовать эту землю, она ее реализовала по этой цене. Но цена странная. Это уже другой вопрос. Пускай с ним работают компетентные органы. Почему такая цена? Почему не 3 миллиона? Почему не 20 миллионов? Почему лакомый кусок земли отдается за такие смешные деньги? И на что этот кусок земли пойдет? Непонятно. С точки зрения закрепления различных зон, для этого нужна жесткая нормативно-правая база, которая бы регулировала так называемые зоны. Так называемый градостроительный план должен быть четко сформулирован, оформен, где прописана четко и внятно политика и позиция, что где может стоять. А я так понимаю, изучая, как минимум, ища бюджет города Кирова, градостроительную политику вообще трудно понять. Ее нету. Она носит ситуативный характер в угоду каких-то конъюнктурных моментов. Есть застройщик, у него проблемы. Если он не будет строить новый дом, он не сдаст текущий дом. А может быть 10 домов. А у нас сегодня ситуация в экономике достаточно сложная. Квартиры продаются плохо, ипотека падает по объемам выдачи. Но я бы на месте, например, того же главы города, если бы ко мне пришел этот застройщик и сказал, есть ситуация, либо это будут обманутые дольщики, например, на какое-то количество домов, либо ты мне разрешишь построить, я закрою свою проблему, я бы не знаю, какое решение бы принял. Может быть, и в пользу бы застройщика, либо лишь бы избежать вот этих человеческих трагедий, которые могут возникнуть из-за вот этой ситуации. Я гипотетически предполагаю, что может происходить. Почему вот эти истории возникают с необычными домами в необычных местах. Но в целом, мне вообще непонятно, почему мы постоянно строим высотные 9, 10, 20-этажные дома. Хотя, по большому счету, в Европе давным-давно ушли от этого формата больших, огромных зданий. У нас страна гигантская. Вокруг города Кирова огромные территории. Почему мы не разрастаемся вши? Почему нам обязательно надо лезть вверх? Это же определенные проблемы, которые возникают с парковкой, с нагрузкой на инфраструктуру коммунальную в том числе. Зачем мы создаем вот эти вот башни непонятные? Зачем мы строим 9-10-этажные кварталы? Почему нельзя 5-этажные засадить их деревицами, и получится хорошая, красивая картина? Хорошо. Ты все-таки не ответил на вопрос, установка вот этих границ, зеленых зон, сбережет ли их от капитальной застройки? Ну, я не юрист. Вот по таким вопросам я не могу тебя сейчас ответить. Я юрист по образованию, но, к сожалению, не лазил туда вот вглубь. Да юра, да юра. Должно быть. Возможно, должно быть. Ну, раз их заявляют, но зачем-то они нужны. Но по факту... Большие сомнения у тебя есть. Происходить, я не знаю. По мне, так, чем меньше у нас вот этих вот пустырей между домиками, тем лучше. Но вот что вместо этих пустырей будет, это другой вопрос. Как они распорядятся? Так. Теперь давай про сами зеленые зоны, потому что, очевидно, установив их границы, нужно также устанавливать и способы их использования. Любая зеленая зона – это пыль в городе. Вот сейчас у нас пылевые бури в городе только из-за того, что, а, у нас реагенты сыпят зимой, б, у нас все тротуары на текущий момент представляют себе полулысый газон. И все это дело летом собирается в пылевые облака. То есть, все-таки, наверное, не любая зеленая зона – это пыль, а полулысый газон, за которым не ведется належащий этот зон. Вот каждое дерево должно быть пронумеровано, закреплено за конкретным муниципальным подразделением. Вокруг этого дерева должна быть установлена хорошая, понятная оградка по земле, то есть, например, решеточка лежать. Травка должна густо быть засеяна, и это должны проверять, соответственно, насколько там густо все засеяно. Паркоматы должны стоять вдоль вот таких газонов, чтобы люди не парковались на газон, а становились рядом. Или уезжали. Служащие должны ходить вдоль машин, которые припаркованы неправильно, на газон, например, и выписывать штраф тут же. Этого всего нет. Как следствие, у нас с вами полулысые газоны, у нас с вами грязь на дороге, у нас постоянно с вами непонятно что в воздухе. Это вопрос подхода и устаревших норм поведения городского хозяйства, не более того. Я не думаю, что здесь злой умысел, это просто то, как мы решаем проблему. Это вот. Ну и так, чтобы добить уже эту тему, ты уже начал частично в первой части программы говорить о том, как используется, что из себя представляет парк имени Горького в Перми, и же там в сравнении с нашими, например, парками. Считаешь ли то, что в парке первостепенно нужно сохранять то, что есть, как сейчас говорят зеленые, сохранять там деревья, кустарники, которые есть, или нужно в первую очередь смотреть на то, как эффективно использовать эту территорию для того, чтобы она приносила прибыль какую-то? Вот смотрите, любая зеленая зона – это место отдыха. Если я прихожу в место отдыха, мне нужно, чтобы была возможность не просто пройтись вдоль кустиков и деревьев, водички купить, присесть где-то, чтобы урна была, чтобы я выкинул потом бутылочку из-под водички, значит, урну кто должен прибрать, скамейки должен кто-то покрасить. Может быть, если будет какой-то аттракцион, я с удовольствием туда схожу с детьми. Может, если будет какой-то кафетерий, где можно перекусить на свежем воздухе, я тоже с удовольствием туда зайду. Все это должно быть четко, внятно прописано, сформулировано, выбран, например, генеральный подрядчик по парку методом конкурса, ему отдается эта территория. Ему вменяется благоустройство, внятный контроль этого благоустройства со стороны администрации. То есть они в любой момент должны прийти, проверяющие, посмотреть, ага, скамейки покрашены, они стоят, урны прибраны, все работает, цены не космические, людей пускают, пьяные под кустами не валяются. Вот так это должно работать, тогда это становится привлекательным. Зарабатывать, говорят, администрация на парке не сможет, потому что нет такого эффективного государственного предприятия, муниципального, который приносил бы деньги в муниципальный бюджет. Пожалуйста, отдайте частным компаниям на откуп. Но есть правила, обозначьте их, зафиксируйте, что у нас вот так должно быть, вот такие требования вы должны выполнять, тогда мы вас пускаем как арендаторов в эту территорию и работайте. Да, и, наверное, обсудите предварительно с общественностью, чтобы не получить потом... Безусловно, но общественности что ведь нужно? Нужно понять. Не всегда мнение общественности, оно адекватно, например. Сколько раз мы слышали о том, что вот это нам не надо, да, то нам не надо, говорили, например. Были опасения по поводу музея мороженого и шоколада. Ужас, что там будет происходить. Непонятно. Открыли хорошее заведение люди, люди ходят, людям нравится, экскурсии есть. Появился новый объект туристический. То есть общественное мнение не всегда право. Надо его внимательно изучать. И у нас государство таким образом построено, что не всегда оно прислушивается к общественному мнению. Его просто надо изучить хотя бы. Хотя бы изучите. А уже потом принимайте решение. Так, окей. С зелеными зонами сейчас завершим. Хотя у меня тут еще были наводящие вопросы. Просто мало времени остается. Я хочу с тобой еще два вопроса обсудить. По две минуты буквально на каждый вопрос. Ну, во-первых, бывал ли ты в Крыму как турист? В совокупности я там прожил два с половиной года. А ты там работал? Нет, я там жил. Когда был в детстве, меня отвозили туда к бабушке. Она у меня жила в Симферополе. И я жил каждое лето по три месяца в Крыму. Так, значит, это не чужая тебе территория. Абсолютно знаю. Хорошо, в Турции бывал ли ты? В Турции не повезло, не был. Был в Египте. Ладно, но ты знаешь, что такое Турция. В прошлом, я как для русского туриста. Ну, видимо, так же, как и в Египте. В Египте, хорошо. Бог с ним, Египет. Но просто с Турцией сейчас восстановление ожидается туристического потока. Считаешь ли, что это удар по Крыму? Нет. В Крыму сейчас есть определенный пул проблем. Он называется инфраструктурные проблемы. Делать сейчас в Крыму абсолютно нечего. Если ты едешь за комфортом и нормальным отдыхом, в Крыму ты его не найдешь. Он там непритязательный, он такой а-ля 90-х годов отдых. Это будут полуразбитые пляжи, непонятный сервис, непонятно навязанные услуги, отсутствие хоть каких-либо удобств. Гостиницы дорогие. Частный сектор это частный сектор. Должен это понимать. Не всегда он хороший. Ну и в целом это Черное море. Оно не всегда. А не Средиземное. Оно не всегда такое, какое мы хотим. Да. Ну ты знаешь историю про наш лагерь имени Володи Дубинина в Крыму, который в конце концов все-таки закрепили за Кировской областью. Дали ему шанс, он был уже на грани исчезновения. Так вот, Дмитрий Русских, депутат ВЗС, уже тобой упомянутый, говорил, что этот лагерь по убеждению его крымских коллег, которые рассказывали, может стать активом и в будущем приносить прибыль. Ты согласен с этим? Назовите мне хоть одно нормальное действующее прибыльное муниципальное предприятие, не монополист. Все. Ответ получен. Теперь еще один вопрос, который тоже связан с путешествием, с бизнесом, с комфортом и инвестиционной привлекательностью. В середине июня в Рио главы коми Сергей Гапликов предложил губернатору Никите Белых принять участие в развитии авиакомпании. Они подписали спустя две недели этот контракт, и несмотря на задержание губернатора Белых, Гапликов заявил, что договоренности будут исполнены. Это значит, что возникнет совместная авиакомпания, и, вероятно, это будет хорошо для Кировской области. Конечно. Так, что ты об этом поводу думаешь? Я обожаю эту малую авиацию, я пользуюсь услугами этой малой авиации. Я летаю в Пермь на небольших самолетиках, компания «Декстер». Мне очень нравится, если будет «Севтывкар» организован рейс, соответственно, кто-то полетит «Севтывкар». Единственная проблема этой программы – это небольшая загрузка борта. Ну, то есть, не всегда он полный летит. Я пару раз летал один самолет. В «Севтывкар»? Нет, в Пермь. В «Севтывкар». А это достаточно такое, ну, мощное направление, с точки зрения коммуникации с «Севтывкаром» тоже непонятно, что будет происходить. А сейчас, кстати, поток изменился на пермское направление? По ощущениям стало больше людей, которые летают. Но всё равно загрузка неполная. А вот это совместное авиапредприятие – это только авиарейсы в КОМИ? Или мы просто ещё не понимаем масштабов, которые может приобрести это предприятие? Давайте ответим сначала на вопрос, какой потенциально спрос на это авиапредприятие будет. Ну, то есть, кто будет пользоваться этим авиапредприятием? Есть ли такая необходимость? Может быть, до КОМИ проще на машине доехать? Дешевле, например, станет для бизнесменов? Тем более, что дорога неплохая сейчас. Да. Дальше. Как регулярно будет летать? Какое время? Это всё как по нюансу, который будет влиять на… Будут пользоваться, не будут пользоваться. Какой будет самолет летать? Какова будет стоимость билета? Если она будет запредельная какая-нибудь, то, наверное, вряд ли будет там какая-то сумасшедшая история. Вы обсуждали проекты, которые были запущены с помощью при непосредственном участии Никиты Белых, в том числе и аэропорт Победилова, который многие ставили в заслугу развития этого аэропорта губернатору. Вот ты считаешь, что аэропорт – это стратегически важный объект, его ни в коем случае нельзя бросать, или всё-таки тот поток, который сформировался, он не критичный, и если забуксует проект, то это не очень скажется на инвестиционном предприятии. Пока это здание в лесу, но это очень хороший проект. Я уже когда-то говорил и писал об этом, что это здание в лесу, там была два года назад плохая инфраструктура, сейчас получше всё стало, значительно получше, но тем не менее я знаю, что предприятие всё ещё убыточное, ещё предстоит выйти из состояния убытков, но там есть рейсы, оттуда улетают люди на юг, в Москву летают, в Питер летают, маму будут отправлять. Это очень удобно стало. Причём сопоставимая цена на железнодорожный билет, например, в купе на Питер, у меня мама инвалид, она не может на верхнюю полку забраться, поэтому я её покупаю в купе, вынужден покупать либо купе, либо самолёт. Цена сопоставима, то есть там разница в несколько сотен рублей, и ты летишь на самолёте, либо два часа летишь, либо сутки в поезде выбирать. Поэтому я считаю, что аэропорт для Кировской области – это да, это хорошо. Андрей Шпорт, в программе «Особое мнение». Я, Светлана Заня, попрощаюсь с вами. До свидания.